Перед началом просмотра хочу сказать, что вы очень много интересных вещей узнаете. Так что, ребята, обязательно досмотрите этот влог до конца. Друзья, приветствую всех. Нахожусь я сейчас в Америке, в Кремниевой долине. В общем, устраивайтесь поудобнее. Будет сегодня влог, давно не было влогов. В общем, мы приехали сюда в тур. Вот наша группа. Приехали в тур в Кремниевую долину. И нахожусь я сейчас в Стэнфорде. Вот сегодня первый день, мы в Стэнфорде. Вот я прям, нахожусь прям в центре Стэнфорда. Вот, видите, это прям центральная точка. Вот здесь, кстати, выступал Стив Джобс. Вот этот знаменитый его спич, да. Мы даже делали видео на канал. Это видео, кстати, забанили. Там авторские права. Вот здесь он выступал перед выпускниками. Вот это видео отсюда. Здесь вот, видите, церковь, да. Я спросил, почему, блин, в универе церковь, да. Тут раньше был город, и типа в каждом городе была церковь. Ну и вокруг этой церкви уже как бы они создали, можно сказать, этот университет. Ну, этот университет вообще не похож ни на один универ. Здесь, блин, как где-то, я не знаю, где-то на Бали, какие-то пальмы, какие-то у них тут сады. Ну, это не наши универы, это вообще не наши универы. Какая-то крепость, да. Ну, то есть, я, ну, подобного не видел, да. Ну, вот это у них такой универ. Здесь деньги ничего не решают, да. Здесь все решает то, какой ты человек, чем ты занимаешься. Ну, например, там девочка сюда попала, да, которая занималась экологией по всему миру. Она сюда написала эссе, потом ее приняли на бесплатно. Ну, в общем, тут очень тяжело сюда попасть. Учатся здесь 20 тысяч человек. Вот такие дела. Будут, конечно же, блоги из Сан-Франциско, прямо из крутых мест в Америке. Просто вот сейчас тур. Ну, я решил снять вам влог из тура. Перемещаемся к библиотеке. Вот такая здесь у них библиотека. Все в таком стиле, не знаю, как где-то, ну, не знаю, я даже не знаю, с чем сравнить. Смешанный стиль. Вот здесь у них какой-то фонтан. Знаете, мне это все напоминает территорию, вот, реально, какого-то отеля в Дубае. Везде газончики, пальмы. Также у них, ребята, здесь есть свой торговый центр, в общем, свой мерч. Вот, смотрите, одеяло, подушки, худи, футболки, коллаба с Найком, я так понял. Ну, в общем, это совершенно, ребята, другой уровень. Форма, книги, шапки, футболки. В общем, ребята, денег здесь у них полно. Они только в коронавирус, да, собрали и миллиард, миллиард, да, миллиард долларов. Просто это пожертвование, да. Это выпускники Стэнфорда, просто скинулись, просто скинулись, да. Это те ребята, которые вот выпустились, создали крутые компании, просто скинулись, да, и помогли деньгами. Ну, и вот почему здесь все так круто. Вот, свои мечи, свои сумки, какие-то, блин, подушки, свои, блин, кресла для пикника. Смотрите, гриль. Также здесь вот продают технику. Вот, Apple. И там, кстати, еще внизу, ребята, два этажа. В общем, вот такой вот торговый центр внутри кампуса. Короче, вот так вот выглядят топовые универы мира. Это вам для сравнения с нашими. Вот такой, короче, уровень здесь. Так, ребята, зашли вовнутрь. Ну, здесь все простенько. Сейчас пока каникулы, да. Вот, никого здесь нет. Вон там нам человек проводит экскурсию. Кстати, миллиардер. Состояние где-то 5 миллиардов долларов. И они вышли на IPO. И походу я даже в этом IPO, ребята, участвовал. Я владею частичкой его компании. Очень простой человек. Консалтинги для индустрии, для того, чтобы не терять общую связь с реальным миром. Так что, ребята, вот такие вот дела, да. Блин, не думал, да, что буду я в такой обстановке. Мега тут простые люди. Просто миллиардеры, миллионеры ходят, жертвуют деньги. И, кстати, очень важно, вот, именно миллиардерам, да, построить здесь какое-то здание. Они жертвуют сотни миллионов, да, чтобы построить здесь здание, да. Создатель NVIDIA заплатил бешеные деньги за то, чтобы просто висеть, короче, в холле, да, чтобы студенты там, ну, просто кушали, не знаю, под его портретом. Да, то есть все-таки эти люди хотят оставить свой след, видите, в истории. И для них это важно. Вот, ребята, то, о чем я говорил, вот основатель NVIDIA заплатил вот за это большие деньги, чтобы здесь оказаться даже вот это здание, походу, построено на пожертвование. Сейчас, ребята, жертвуют просто, ну, баснословные деньги. Раньше самая большая сумма, это было 100 миллионов долларов, да, это просто подарок универу, это 10 лет назад, сейчас жертвуют по полмиллиарда долларов. Один человек, один человек жертвует, просто дарит полмиллиарда долларов. И универ этот живет полностью, конечно же, на свои средства. У них есть огромный фонд, я не знаю, сколько там у них миллиардов долларов. И вот на это все они строят здания, инвестируют в технологии. Вот сейчас мы находимся в новой части университета, это все новые здания, здесь все тоже очень красиво. Внизу огромная сеть лабораторий, да, вот эти все здания, то, что вы видите, они все соединены друг с другом. Еще важный момент, вот рассказывали про ребят из Google, да, которые основали Google, вот. Вот они платили 10 лет университету, да, royalty за то, что, да, они придумали идею внутри. То есть, если ты придумываешь идею здесь и развиваешься на эти деньги, да, права на эту идею принадлежат, получается, университету. Вот, и поэтому отсюда стремятся побыстрее сбежать, если уже придумывают крутой продукт, да, стараются распрощаться вот с этим местом, да, чтобы уже самим создавать компанию, да, чтобы не платить вот эти вот отчисления, вот. А так, если ты что-то здесь придумал, да, то это изобретение Стэнфорда. И вот создатели Google, ну, получается, Larry Page, Brin, вот, они скачали полностью весь интернет. Это давно было, интернет тогда мало весил. Они за счет мощностей, вот, университета, да, ночью они скачивали весь интернет, да, чтобы там во всем разобраться. Им нужно было скачать полностью весь интернет, да, чтобы запустить Google. И вот за то, что они здесь работали и пользовались этими привилегиями, да, они платили 10 лет по 200 с чем-то миллионов долларов, вот, чисто вот университету. Также вот в Стэнфорде есть свой музей. В общем, ребята, на этом со Стэнфордом мы заканчиваем. Двигаемся дальше. Перемещаемся в Google. Сейчас покажу, как здесь все выглядит. Здесь, правда, у них ремонт, да, вот, только идет ремонт. Сейчас зайдем вовнутрь. Ладно, шутка, это не Google. Google будет дальше. Вот, ребята, Google. Ну, это считается главным зданием Google, ну, штаб-квартира Google. Это здание только для сотрудников. Вообще здесь все здания, это гугловские здания, здесь 80% именно вот гугловских зданий. Я не знаю, или попадем мы внутрь. Сейчас там реконструкция какая-то. Ну, в общем, как всегда. Хотелось бы покататься на вот этих горочках. Вот. Все у них здесь разноцветное, да, потому что они раньше, вот, Сергей Брин и Ларри Пейдж увлекались конструктором, да. И, ну, в общем, там что-то любили собирать, как я понял, да. И поэтому создали вот такой вот стиль. Все у них разноцветное. Видите, вот, дорожки у них разноцветные. Ну, стулья разноцветные. Все, в общем, у них разноцветное. Вот, три основных цвета. Синий. Четыре, получается. Синий, красный, желтый и зеленый. Кстати, ребята, сегодня я прочел такое интересное высказывание, как мотивировать себя что-то сделать. Никак. Оставайтесь в жопе. Да, смотрите, все дело здесь в осознании своего пути. Я всегда хотел жить в одном проценте людей. Всегда. Сейчас я живу в 0.35% людей. Представляете? Ну, а кому-то это не подходит. Кто-то не хочет брать на себя такую ответственность. Кому-то, ну, комфортно жить вот в своей зоне комфорта. Понимаете? Смотрите, мне не нужна мотивация. Мне не нужны всякие там заставляния, да, чтобы делать то, что мне нравится. Мне это не нужно. Я не могу себя заставлять жить жизнью своей мечты. Я хочу это делать. Я хочу жить жизнью своей мечты. Это как кому-то не нужно себя заставлять смотреть сериалы, смотреть фильмы. Ему это нравится. Он хочет это делать. вот и все еще вот сегодня обсуждали одну интересную идею вот послушайте меня сейчас внимательно особенно обращаюсь сейчас к гражданам своей страны здесь много ребят вот сейчас из украины крутых очень предпринимателей вот смотрите тяжелые времена вот именно война да это возможность сейчас усилить влияние усилить влияние нашей страны во всем мире сейчас очень много ребят да вот из нашей страны путешествуют по всему миру сейчас все разбросаны по миру вот с этой войной кто-то там в париже кто-то ну там штатах кто-то в австралии кто-то в азии да и смотрите ребята да когда были гонения в индии да под гнетом великобритании да как распространилась индийская культура когда были гонения на израильских землях да как распространилась христианство так что вот мы сейчас с вами в такой ситуации конечно ситуация хреновая ситуация да но здесь есть вот такой вот один позитивный момент так что ребята это отличная возможность показать какая мы нация да мы сейчас как нация становимся более такой интернациональной так сказать нацией так что держимся ведем себя достойно несем только пользу всем людям несем пользу своей стране и только вперед так переместились мы немного вглубь вообще вот эти все здания видите вот здание номер 2051 это какое 2029 это все гугловские здания каждое здание отвечает вот за свой департамент вот мы идем вот в то белое здание это google от в общем это все ребята google вот такой вот целый город мне кстати очень нравится вот эти вот плиты у них да это так удобно нету никаких ям нет никаких луж здесь тогда и вот в дубае так в общем ребята google это просто крутейшая компания я же сам владею акциями google кстати если кто не знал когда ты владеешь акциями google ты становишься владельцем компании ты владеешь маленькой частью компании google я акционер получается компании google я работаю да с гуглом уже сколько лет работаю с ютубом пользуюсь гугловской почтой пользуюсь excel таблицами документами у меня вот все в гугле да это единственная компания которой у меня наверное почти нет почти нет претензий да потому что у меня очень много претензий к фейсбуку вообще да как говорил лобановский результат на табло да вы видите где сейчас акции фейсбука где сейчас акции меты и где сейчас акции гугла да или когда говорят вот у гугла хреновая структура вот у netflix а вообще новый уже уровень где сейчас netflix да где акции сейчас netflix а где сейчас акции гугла результат на табло да почему вообще гугл такая крутая компания да вот какая у них специфика да что они делают они создают просто целую до экосистему внутри компании так чтобы человек вообще ни о чем не парился тут мишленовские повара чтобы была здесь самая лучшая еда чтобы здесь был отдых в общем как советском союзе да чтобы человек жил прям работой и вот поэтому google такая топовая компания да как в китае да у них есть города заводы города заводы люди не покидают эту территорию на этой территории школы то есть садики все на этой территории это территория завода это в китае есть такой крутой фильм жизнь завод называется жизнь завод и вот там про это все рассказывается посмотрите очень интересный фильм вот они в гугле сделали что-то такое похожее только здесь мы больше как бы свободы можешь в чем угодно приходить там на работу можешь отдыхать на работе ну в общем вот так они сделали да и короче ребята максимально много времени уделяют работе уделяют гуглу вот почему это такая крутая компания да я конечно это все не приветствую я вообще не приветствую вот всю эту модель да вообще американскую модель с этими кредитами да вот здесь неприлично спросить у человека сколько ты зарабатываешь для него это оскорбление ну в общем мне такой подход реально не нравится да я за открытость я за честность вот короче ребята на этом мы с гуглом заканчиваем до хотелось бы больше посмотреть здесь все но короче все закрыто они вообще двадцатом году еще короче закрылись от посетителей да и вот эти все их крутые места и на их крутые офисы с горками да если вы видели сейчас нельзя их посетить в общем на этом все с гуглом двигаемся дальше перемещаемся в apple ребята приехали в визитер центр но здесь конечно у них все дорого богато все очень красивенько посмотрите какая чистота как все сделано да чистенько вот это круглая штаб-квартира походу там но туда никого не пускает здесь у них строго все по безопасности сделали центр для туристов вот само то круглое здание закрыто для посещений они создали вот такой вот макет и тут ты ходишь вот даю тебе планшет вот так подходишь наводишь на этот макет и смотришь вот дороги показывает все здания так а мы где находимся вот наверное в том здании да вот мы походу ребята находимся вот здесь в этом здании и вот там штаб-квартира у них все здесь секретно короче они говорят все засекречено поэтому мы туда не пускаем чтобы вы посмотрели в общем вот так вот наводите планшет и сможете все посмотреть вот видите можно смотреть даже по этажам что здесь вот такую тему не сделали для туристов здесь продают всякие сувениры сумки футболки наушники ремешки в общем продают здесь все кроме айфонов конечно же да потому что сейчас ажиотаж я вам так скажу ребята я не фанат всей вот этой вот дичи футболочки которые можно купить только да берем только здесь больше вы их нигде не купите вот такие вот футболки вот такие вот сумки которые можно купить только здесь для меня техника да это просто инструмент для работы инструмент который облегчает жизнь а фанатеть от всей этой дичи ну не знаю давайте попробуем подняться еще наверх мне здесь ребята очень нравится архитектура потому что тут все так спроектировано чтобы не знаю было идеально чисто все и светло так ну все равно не видно штаб-квартиру ну немного видно в общем вот там штаб-квартира за вот этими всеми деревьями вот такая здесь территория у них короче здесь чисто очень уютно вот я немного отошел от центра в общем все эти центры да они вот расположены на такой вот территории здесь вот я так понял жилые дома смотрите да типичные американские вот эти домики смотрите какие у них эти низкие домики реальная ребята атмосфера как в фильме я перебегу дорогу смотрите чисто такая атмосфера как фильме вот эти гаражики тачка до припаркована рядом ну походу здесь живут как бы люди да ну и прямо этот визитер-центр рядом и здесь нельзя строить высокие дома давайте я зайду в какой-то райчик прогулялись нельзя строить высокие дома да они хотят сохранить вот эту вот атмосферу ну в общем вот так вот здесь да смотрите обычные домики гидранты эти у них да вот этот пятачок такой да как фильмах в играх там в гта сан-андреас по кругу эти домики и это все прям близко вот там ну не знаю 200 метров да уже штаб-квартира apple еще мне понравилось ребята что у них ну очень много всяких растений есть и наши растения есть какие-то не знаю клёны вот какой-то вообще кактус вот вообще блин помидоры блин растут это не знаю что такое похоже на наши эти как они чернобрейфти вот ну елки растут сосны потом растут пальмы какие-то кусты какие-то кактусы в общем и все это растет в одном месте ну у одного человека до на территории может расти и елка и пальма и кактус и там какой-нибудь не знаю клён короче очень круто ребята атмосфера реально очень крутая прям как фильме блин очень тихо очень уютно ну и вот они пытаются до сохранить эту атмосферу не расстраивать все так жестко смотрите какие тачки тут здесь же не принято там на бэхах на мерсах но здесь у них линкольны вместо мерсов в общем тут тесла на смотрите старенькие форды вот какой-то ушатанный форд в общем здесь круто быть скромным никакого теперь rolls-royce никакой ламбы это не наши ребята это не дубай ну и напоследок вот приехали к гаражу стива джобсах здесь кстати живет его семья вот этот гараж отсюда все начиналось на территорию вот заходить нельзя да это частная собственность вот такой вот здесь райончик ну ребята надеюсь когда-нибудь будут экскурсии на мою съемную однушку где я придумал инстардинг так ребята приехали мы на очередную встречу по ходу в uber перед этим мы были в нетфликсе там особо нечего показывать просто зашли в netflix да ну и у нас была там встреча очень понравилась мне компания да вот очень мне понравился подход netflix они очень гибкие да давайте расскажу на примере их пути да в чем эта гибкость проявляется смотрите они раньше продавали диски dvd диски и когда они были топовыми по продажам они понимали да что скоро это все уйдет они понимали что их может переплюнуть amazon да по продажам потому что они тогда продавали книги и вот диски для amazon а тоже было продавать ну просто да и они могли переплюнуть и когда они были хороши по продажам дисков да они начали сдавать диски в аренду они перешли на новый уровень когда у них было все хорошо с арендой они тоже здесь не останавливались и понимали что скоро аренда уйдет скоро будут новые технологии они перешли в streaming они перешли в стриминг когда еще вообще никто не стрынил да когда ну была просто ужасная скорость низкая скорость интернета они начали стримить да потом когда они топовыми были по стримингу да вот они лидеры по стримингу их начали понятное дело поджимать вот disney apple tv они перешли в производство фильмов и вот сейчас они будут переходить на новый уровень вот так какие они гибкие как они адаптируются да если мы посмотрим на компанию кодак до кодак до были лидерами на рынке да но они не хотели переходить на новый уровень все где сейчас кодак в полной жопе также nokia да nokia были лидерами у nokia был весь рынок мобильных телефонов они говорили кто такие apple а теперь кто такие nokia да где сейчас nokia в жопе да потому что apple перешли на новый уровень они начали делать смартфоны nokia сказала смартфон это полная херня людям это не нужно мы будем продолжать делать свои телефоны кнопочные и nokia сейчас полной жопе вот вам ребята основной посыл будьте гибкими вообще на всех этих встречах да ну ребята нам рассказывают очень таким сложным языком потому что они не спикеры да они работают вот в компаниях да и они ну не профессиональные спикеры говорят они плохо используют много там английских терминов их сложно понять да но вот я вам рассказываю суть да как вам нужно двигаться как вам нужно строить бизнес вот сейчас мы переместились в коворкинговый центр здесь сейчас у нас будет лекция у нас сейчас вообще когда наверное где-то 60 процентов это туризм можно сказать да мы посещаем вот самые известные локации до 40 процентов обучения но вот завтра мы уже будем прям обучаться будет у нас где-то наверное 80 процентов обучения в общем ребята из этого тура я вам буду показывать все самое интересное и рассказывать все самое полезное еще я вам хочу рассказать очень интересную вещь вы сейчас будете все просто в шоке вот пройти всех миллионеров миллиардеров из кремниевой долины во многом они беднее вас беднее меня у них нету денег на такси они скидываются на такси но у них может быть многомиллионная компания условно там на 50 миллионов долларов смотрите у них здесь в кремниевой долине не заведено делать бизнес на свои деньги это вообще неправильно делать бизнес на свои деньги они все ищут инвестиции и вот он условно говоря ну бомж да ну и привлек инвестиции там на 10 миллионов долларов да им сначала нужно окупить компанию чтобы инвесторы остались в плюсе они даже себе зарплату не ставят понимаете они себе не ставят зарплату ну или ставит там какую-то копеечную зарплату ну о которой они договорятся с инвесторами вот они все время в работе они питаются самой дешевой едой ходят в самой дешевой одежде но по факту до управляет компанией многомиллионной компании смотрите у этих ребят может быть мало кэша мало денег на карте но они могут путешествовать на частном самолете за счет компании они могут жить в крутейшем отеле за счет компании они могут ездить с водителями даже да но это все за счет компании вот как-то так здесь но чтобы там рассчитаться там за еду у них как бы мало денег да и поэтому они как бы экономят ну вот как-то так здесь и по сути вот наши ребята ну криптаны до криптаны которые сейчас там варшаве на ламбах в дубае купили себе все ламбы да ну они самые богатые потому что деньги прям при них деньги при них они тоже там арендуют частные самолеты да ну потому что это прям их деньги их личные деньги ну и крипта это позволяет они на свои личные деньги могут купить себе ламбу и по сути они богаче вот этих всех владельцев компании вот эти все владельцы этих компаний многомиллионных они не живут богатой можно сказать жизнью да они вот летают на частном самолете ну чисто потому что это быстро это комфортно да нужно быстро добраться там на какие-то переговоры и все еще у вас были вопросы как мы получили визу сейчас все визу получают через польшу в варшаве у нас было собеседование и там мы получили визу все ребята из россии из украины сейчас там получают визу в украине нельзя получить в россии и понятное дело тоже нельзя получить все получают через варшаву записались на собеседование пришли на собеседование получили там три минуты собеседования в общем с этим было все просто еще вы спрашивали по поводу одежды почему я хожу вот весь в Ну, ребята, с этими переездами я вообще не стал запариваться. Я купил себе вот 5 одинаковых футболок, шорты. Все купил одинаковое, чтобы вообще не париться. Все черное, чтобы не пачкалось где-то там, где-то там сел не так, где-то там кофе. Теперь пофиг на это все. Все чисто, все практично. Даже вот обувь стараюсь покупать черную, потому что вот подошва, когда белая, тоже ее нужно вечно чистить. Вообще не хочу теперь запариваться. С этими переездами настолько это все напряжно. Сейчас у нас нету жилья, да? Сейчас мы по отелям, эти чемоданы. Ну, это реально так неудобно. Аппаратура, камеры. И главное, обувь я стараюсь покупать себе вот хорошую, хорошего качества. Там могу и за тысячу долларов купить. А вот это все мега дешевое. Главное, главное, чтобы было все практично. Так, перемещаемся в университет Беркли, ребята. Здесь у них настолько круто. Это вам не монастырь, который в Стэнфорде. Ну, он не такой крутой, как Стэнфорд. Где-то там на месте, может быть, шестом, седьмом, в общем, в десятке. Но здесь у них, ребята, как в Хогварте. Просто как в Хогварте. Смотрите, какая-то башня. Какие-то елки. Ну, у них такая здесь атмосфера крутая. Ну, я сейчас вам покажу, как внутри у них здесь всякие камины. Ну, блин, очень красиво. Деревянные здания. Короче, это вообще не наши универы. Тут реально, реально хочется учиться. Смотрите, какая красота. Вот, смотрите, как здесь у них внутри. Здесь реально они проводят занятия. Вот, смотрите, какое здание. Вот здесь сейчас идут занятия. Представляете, да, какая атмосфера у них. Блин, ребята, здесь реально хочется учиться. Настолько уютно, комфортно. Ну, это, блин, не наша дичь, просто от которой тошнит. Я знаю, насколько ужасно в наших столовках, в наших универах. Здесь реально все, как показывают в фильмах. Вот здесь оно так все на самом деле. Знаете, мне здесь даже больше нравится, чем в Стэнфорде. Ну, здесь как-то, знаете, уютно так. Блин, теперь я понимаю, почему здесь люди учатся. Да, здесь не пичкают людей. Здесь просто бесполезными знаниями. Здесь все люди с какой-то миссией. Ну, здесь они реально создают проекты. Это у нас отучился. Все, свалил. Вот здесь еще красивое место. Закат. И видно мост Голден Гейт. Прямо видно залив. Ну, в общем, мне здесь, блин, не знаю, даже больше понравилось. Там как-то все так богато и, может быть, души нет. Вот, души нет. А здесь все такое старинное, деревянное, но, блин, с душой зато. Вот здесь еще прикольное место. Вон, ребята, в бейсбол играют. Сидят на газончике. Все в американском стиле. У нас, кстати, так же, ребята. У нас, кстати, так же. Ну, в моем универе так было. Тоже все сидят на газоне. Ну, уже эта культура доходит к нам. Короче, ребята, я буду прощаться. С завтрашнего дня у нас начинается уже обучение. Будем сидеть в аудиториях. Работать в команде. В общем, еще будет крутейший влог из Сан-Франциско. Вообще расскажу вам об Америке, обо всей этой красоте и обо всей этой дичи, которая здесь творится. Расскажу вам реальную правду, которая мне реально нигде не попадалась. Ни в одном видео я это не видел. Об этом можно узнать только реально вот, когда ты попадаешь сюда. Как здесь реально на самом деле. В общем, ребята, если понравилось вам видео, обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал. Вон, смотрите, китайцы ходят. Какой-то у них ритуал специальный. Ну, а если хотите быть со мной в одной команде, давайте я с ними пройдусь. В одной тусовке. Не, не буду мешать. Добро пожаловать к нам в закрытый клуб. Поторопитесь, потому что каждый год цена растет. Если вы вступите сейчас, то вступите по самой выгодной цене и будете иметь доступ пожизненно. Кстати, мне уже сказали, что от такой модели нужно отказываться. Может быть, в будущем я введу какие-то подписки. Но это не будет касаться тех ребят, которые вступили. Вообще не будет касаться. А ценность я буду добавлять. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok